Удаленный бизнес А если у тебя какой-то бизнес чуть более традиционный, то это невозможно. Мне кажется, что это не так, но на самом деле это тема отдельной беседы для того, чтобы показать какие-то примеры, когда более-менее условно традиционным бизнесом можно тоже управлять удаленно. Что, в общем-то, для этого нужно? Для этого нужно два очень важных компонента. Во-первых, это абсолютно прозрачный контроль всех бизнес-процессов через интернет. Например, если у вас есть ресторан, можно ли управлять рестораном удаленно и можно ли контролировать бизнес-процессы удаленно? Посмотрите на современные сети и вы увидите, что в современных сетях быстрого питания, небыстрого питания, неважно. Все настолько компьютеризировано, что каждый шаг можно видеть через интернет, можно контролировать через интернет и можно управлять, собственно, через интернет. Второй нюанс, очень важный для построения удаленного бизнеса, это умение и возможность общаться с людьми постоянно. Соответственно, если у вас есть два этих компонента, возможность контроля бизнес-процесса через интернет и постоянное общение с людьми, опять же, через интернет, эти вещи налажены, то не обязательно говорить про какую-то веб-студию, цифровую студию, что-то в этом роде. Любой бизнес можно перевести в удаленное поле. Второе. Много каких-то иллюзий на тему того, что удаленный бизнес, это когда есть какой-то чувак, который лежит на пляже, животом к солнышку, покуривает сигаретку и, собственно, это есть удаленный бизнес. Нет, друзья мои, это не удаленный бизнес вообще. Это мы бы назвали, я бы назвал пассивным акционером. Если он ничего не делает, он себе путешествует, а бизнес прекрасно работает без него, можно позавидовать, к сожалению, пока не наша с вами тема. Удаленный бизнес это такая же работа, как и, собственно, работа в офисе. Это те же 8 часов, это та же напряженная работа, это та же мыслительная деятельность, это напряг мозга, это постоянное общение с людьми. Но разница только одна. Ты это делаешь оттуда, откуда тебе удобно, не будучи привязанным к какому-то физическому пространству, в данном случае пространство офиса. Но если вы находитесь даже в одном городе, но при этом общаетесь по скайпу, контролируете ваши бизнес-процессы через интернет, это уже можно назвать условно удаленным бизнесом. Тема философская. Насколько удаленный бизнес дает вам свободу. Свобода передвижения, свободу использования своего времени и так далее. Тоже есть смысл к этому еще как-нибудь вернуться. И третье, о чем я хочу сказать. В чем разница между удаленным бизнесом и удаленной работой? Фриланс, когда вы работаете на заказчика и выполняете его работу, не будучи хозяином самому себе, это, конечно, тоже вряд ли можно назвать удаленным бизнесом. Удаленный бизнес – это когда вы строите компанию, которая в идеале, рано или поздно, начнет приносить деньги вам с помощью какой-то системной, подчеркиваю, системной модели генерирования ценности. Вот где-то так.